Добрый день, уважаемые студенты! Меня зовут Самадов Шухрух Шкуратович, я преподаватель кафедры артибиотической стоматологии. Тема сегодняшней нашей лекции – фарфор, стоматологическая керамика и диокси циркония. Фарфор – это белая полупрозрачная керамика, которая обжигает до газурованного состояния, приготовленная из основных компонентов каулина – полевого шпата, кварца и красителя. Фарфор относится к группе материалов, представляющих собой смесь, содержащую глинистые вещества. Слово «керамические» происходит от греческого «керамос» – горшочная глина. Стоматологическая керамика относится к основным материалам, то есть из нее изготавливают ортопедические конструкции. Ортопедические конструкции, где используется данный материал. Искусственная коронка – несъемная конструкция с помощью цемента фиксируется на обточенный, сохранившийся зуб, который восстанавливает анатомическую форму и функциональность этого зуба. Искусственные зубы являются частью зубного протеза и располагаются на месте отсутствующего зуба. Виниры-люминиры – это микропротез, пластинки, замещающие внешний слой зубов. Они позволяют корректировать нарушение формы и цвета зубов. Тоже несъемные фиксируются с помощью цемента, адгезивный протокол на поверхности зуба. Также используются вкладки и накладки. Этот микропротез является одним из способов восстановления зубов. Тоже несъемные, фиксируются с помощью цемента на зубе, схожи с пломбами, но прочнее и изготавливаются в зуботехнической лаборатории. Мостовидные протезы – это разновидность несъемных стоматологических протезов, применяются для замещения включенных дефектов зубных рядов, может фиксироваться на отстоящие друг от друга сохранившиеся зубы или имплантаты. Керамика также используется при протезировании на имплантатах. Имплантат – это штифт титан, который вкрутили в костную ткань на месте отсутствующего зуба. И на имплантат фиксируется искусственный зуб или мастовидный протез на двух или более имплантатах. На слайде представлены керамические коронки, металлокерамические коронки. Здесь также на слайде представлены керамические коронки без металлического каркаса. Искусственные фарфоровые зубы являются одним из основных элементов полных и частично съемных пластинчатых и дуговых бибельных протезов. Преимуществом керамики перед металлическими и полимерными искусственными зубами является высокая имитирующая способность, светоотражающая качество фарфора, в большинстве своем напоминают таковые у естественных зубов, цветостойкость. Керамика весьма индифферентен для организма человека и абсолютно показан для лиц с повышенной чувствительностью к полимеру. Недостатки керамических зубов Является хрупкость Недостаточно прочное соединение с базисом протеза Низкую сгораемость Худшее, чем у полимерных зубов, технологическое качество Недостаточная прочность зубов в области крепления кромпонов И пустотели части Диаторических, то есть Тричатые в зубах Проявляются при неблагоприятных артикуляционных соотношениях На слайде представлены мастовидные протезы Здесь представлены обточенные зубы на мастовидные протезы Конструкция протеза состоит из металлокерамики На слайде представлены вкладки и накладки из керамики На слайде представлены вкладки из прессованной керамики Виниры – это тонкие пластинки толщиной 0,4-0,7 мм Которые замещают внешний слой зубов И позволяют корректировать их форму и цвет Виниры еще также называют вестибулярные пластинки Они применяются также при препарировании И на виниры можно еще и не препарировать зуб Особенности препарирования под керамические и диоксицерконевые конструкции Переходы, увы, должны быть плавными Закругленными, чтобы не было напряжения И, как следствие, скола в материале Все поверхности должны отполированными być Стенки должны быть слегка конвергированы То есть, если вестибулярные и оральные поверхности наклонены Они должны быть наклонены друг к другу Контактные поверхности наклонены, тоже наклонены друг к другу У жевательных зубов, экализионная и жевательная поверхность должна имитировать анатомию У фронтальных передних зубов на оральной, днёбной, язычной должен быть днёбно-язычный бугор и вогнутость естественная. Здесь представлен протокол препарирования, высота и глубина препарирования. Виды стоматологической керамики. Существует несколько классификаций стоматологической керамики. Ниже приведены некоторые из них. Классификация керамики по микроструктуре. Первая поливошпатная керамика, стеклокерамика. Вторая наполненная стеклокерамика. Третья наполненная оксидная керамика. Четвёртая оксидная керамика. Методы получения ортопедических конструкций из керамики. Метод однослойного нанесения керамики на каркасно-огнепорную гипсовую модель. Метод фрезерования из блоков на основе технологии Каткам. И метод прессования керамики, литер. Метод послойного нанесения керамики на каркасно-огнепорную рефракторную гипсовую модель. Поливошпатная керамика выпускается в виде порошка в баночках разных цветов и оттенков. Каждая баночка, которая содержит в себе керамический порошок, имеет свой цвет. На специальную доску выкладывается нужного оттенка керамического порошка и замешивается специально с жидкостью или дистиллированной водой. При необходимости в полученную смесь можно добавить краски. Эту смесь массу с помощью кисточки наносят на каркас или фольгу-огнеупорную модель, моделируя будущую конструкцию. Затем отправляют в керамическую печь на обжиг. Это шкала ВИТА. С помощью ее мы определяем цвет будущей коронки. Поливошпатная керамика. Стеклокерамика состоит из оксида кремния, также известного как кварц, с небольшим содержанием алюминия. В природе алюминиевые силикаты, которые также содержат примеси калия и натрия, известны под названием полевой шпат. В стоматологии искусственно синтезированный полевой шпат представлял первые керамические массы для изготовления фарфоровых катопедических конструкций. Впервые применение полевого шпата упоминается в 1903 году в работах Чарльза Ленда, описывавшего процесс изготовления фарфоровых коронок в медицинской здании. Стоматологический космос, однако, доктор столкнулся с проблемой большой хрупкости фарфора. Полевошпатная керамика позднее в связи с запретением вакуумных печей для обжига фарфора прочностные характеристики были улучшены. Такая керамика применялась для облицовки металлических каркасов. Цельная конструкция для фарфоровых венеров, изготовленных с применением огнеупорных, штампов или платиновой фольги. Однако компрессионные нагрузки, полученные во время сживания, по-прежнему вызывали многочисленные сколы на подобных реставрациях. Считается самая эстетичная и самая хрупкая. Можно использовать для передних зубов для улучшения эстетики, когда имеются небольшие дефекты. Метод прессования, или как его правильно еще называют, метод литья. На гипсовой модели из воско-зубной техник моделируют будущую вкладку. Это может быть винир, искусственная коронка или мастовидный протез. Снимаются восковые прототипы с гипсовой модели и устанавливают на основание. Затем замешивается огнеупорная масса, гипс или и так далее. После в специальную емкость погружают вкладку с канальцами из восковой композиции, заполняют в огнеупорную массу. Далее масса затвердевает, а внутри находятся восковые вкладки, удаляя циликоновый ограничитель. Отправляют дальше в муфельную печь, переворачивая опоку отверстием вниз, чтобы расплавленный воск имеет выход. В печи воск плавится. Достают из печи, укладываются и заготовки для прессованной керамики. Поверх заготовок укладывают плунжер. Отправляют в печь для обжига керамики. Заготовка керамическая нагревается. Плунжер давит на разогретую керамическую заготовку, и керамика заполняет пустот. Пустоты образовались после выплавления воск. Система технологии катка. Под каткам системы понимают программное обеспечение, которое автоматизирует труд инженера-конструктора и позволяет решать задачи программирования изделий и оформления технической документации при помощи персонального компьютера. Каткам системы автоматизирует расчеты траектории перемещения инструмента для обработки на стенках с ЧПУ и обеспечивает выдачу управляющих программ с помощью компьютера. Схема изготовления через технологию катка. Сначала снимается слепок, отливается гипсовая модель. Гипсовая модель устанавливается в специальный сканер. Модель потом сканируется, перемещается виртуально в компьютер. В компьютере техник моделирует, корректирует. И после чего уже станок с ЧПУ уже вырезает с помощью фрезы нужную форму протеза. И это все запекается. Так выглядит на слайде программное обеспечение технологии катка. Здесь с помощью виртуальных устройств техник может подкорректировать бугры, моделировать их и посмотреть по высоте. На слайде показано, как с помощью фрезерного станка фрезеруются будущие протезы со специального блока керамического. Здесь также показаны этапы фрезеровки. Этап фрезерования керамической накладки. Здесь уже финишная фрезеровка, больше полировка. Так уже выглядят керамические вкладки после изготовления. Связь между металлом, сплавом и фарфором может быть механической и химической. Важную роль в получении качественного металлокерамического протеза играет создание пограничного слоя между металлическим каркасом и фарфоровой массой. Диффузия элементов от фарфора к сплаву и от сплава к фарфору является фактором образования постоянной электронной структуры. На поверхности раздела неблагородного металла и керамики сплав достигается в основном за счет механических факторов. Однако на поверхности раздела благородного сплава и керамики такой структуры не существует. Для улучшения сцепления фарфора золотым применяет специальные дополнительные связывающие агенты, которые наносят на поверхность металла перед нанесением фарфора. Охисная пленка обусловливает химическую связь между металлом и фарфором. Для того, чтобы образовалась прочная связь между металлом и керамикой, на поверхности их раздела необходимо прочное химическое соединение металла и окисной пленки. К механическим способам обработки относится обработка поверхности специально пескоструйного аппарата. При этом частицы абразива эффективно удаляют загрязнение и поверхность приобретает шероховатость. Этап пескоструивания Основные требования к материалам для облицовки Отсутствие токсичности Наличие комплекса физико-механических показателей Способность к окрашиванию в цвета, имитирующую окраску твердых тканей зуба Прочность адгезивного соединения с металлом каркаса протеза Способность сохранять адгезионное соединение при высокой влажности температурных колебаний И жевательных нагрузках Обеспечение оптимальных эстетических свойств конструкции Коэффициенты термического расширения металла и облицовочного материала Должны быть близки друг к другу Простота приготовления, нанесения и обжим Наличие большого рабочего интервала использования Возможность использовать массу через несколько часов после ее приготовления Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо!